Узбекистан, соблюдающих религию родителей, теперь могут арестовать. Россия беспокоена сотрудничеством США со странами Центральной Азии. В Таджикистане начата масштабная антикоррупционная кампания. Отныне в Узбекистане родители, препятствующих детям в получении среднего и среднеспециального образования, могут приговорить к административному аресту на срок до 15 суток. Соответствующие поправки в законодательство вступили в силу. Поправки в Кодекс об административной ответственности и Семейный кодекс Республики в декабре одобрили обе палаты парламента. Воспрепятствование родителями или лицами, их заменяющими, получению детьми обязательного общего среднего, среднеспециального, профессионального образования при повторном совершении в течение года, влечет наказание в виде штрафа в размере от 10 до 20 размеров минимальных зарплат, от 210 долларов до 420 долларов, или административного ареста до 15 суток. Следует из поправок. Об этом сообщает Ария Новости со ссылкой на местную прессу. Ранее аналогичный проступок наказывался в Узбекистане только штрафом в размере от 5 до 10 минимальных заработных плат, от 105 до 210 долларов. Наблюдатели отмечают, что под данный закон в первую очередь попадают те родители, дочери которых не могут посещать школу по причине запрета на ношение хиджаба в учебных заведениях. На пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2017 году, состоявшейся 15 января, глава МИД РФ Сергей Лавров выразил обеспокоенность России в связи с партнерством США со странами Центральной Азии в рамках формата С-5 плюс 1. Мы, естественно, абсолютно не имеем ничего против того, чтобы наши центрально-азиатские соседи, союзники имели максимально широкий спектр внешних партнеров. Исходим из того, естественно, что эти отношения будут в полной мере уважать те обязательства, которые между нами существуют. Мы слышим о желании Соединенных Штатов несколько злоупотребить вот этим форматом и продвигать идеи, которые имеют отношение к тому, что еще при прежней администрации или при прежних администрациях называли проектом Большой Центральной Азии. Я уверен, что если это так, и если подобные замыслы будут продвигаться нашими американскими коллегами на встречах с центрально-азиатскими друзьями, то все они будут видеть пагубность подобных, ущербность подобных, подобных попыток, которые, собственно, продиктованы не интересами экономического развития, не интересами развития транспортной инфраструктуры, а чистой геополитикой. Напомним, что сотрудничество в формате C5-1, в который входят страны Центральной Азии и Афганистан, было сформировано при инициативе США в рамках американского геополитического проекта по демократизации региона Большая Центральная Азия. Данный проект был направлен на отрыв бывших советских республик Центральной Азии от пророссийского геополитического пространства и включение их в единый регион с Афганистаном. В течение долгих лет Америка не переставала заявлять о своем присутствии в регионе, хотя на самом деле ее влияние было слабым. После 2001 года США начали усиливать свое присутствие в регионе в рамках сотрудничества в борьбе с терроризмом. Также задачу упрощал Китай, который имеет свои сугубо экономические интересы в регионе. Очевидно, обеспокоенность РФ вполне оправдана, ведь сотрудничество с Россией с каждым годом выглядит все менее привлекательно для стран Центральной Азии, так как она уже давно превратила страны региона в рынок сбыта для своей неконкурентоспособной продукции и источник дешевых ресурсов и рабочей силы. Таким образом, сотрудничество центрально-азиатских стран с Россией является выгодным лишь для одной из сторон. И это сторона России. Аналитики отмечают, что в политическом противостоянии двух держав, США и России, каким бы ни был исход, однозначно он будет не в пользу народов Центральной Азии, ведь и Россия, и США являются ведущими странами, участвующими в борьбе против ислама и мусульман и главными гарантами сохранения в регионе власти диктаторских авторитарных режимов. МВД Таджикистана обратилась к гражданам страны с призывом помочь в выявлении коррупционеров в рядах милиции. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства. Министерство просит граждан Таджикистана сообщить по телефонам доверие о фактах коррупционных и иных противоправных действий сотрудников милиции. Стоит напомнить, что в январе 2017 года, выступая на мероприятии, приуроченному к десятилетию создания антикоррупционного агентства, Эмамали Рахмон выразила беспокойность уровнем коррупции за последние 10 лет в органах внутренних дел, Министерства транспорта, судебных органов и прокуратуры, местных исполнительных органах государственной власти, в Министерствах юстиции, образования и науки, Государственном комитете национальной безопасности, Государственном комитете по землеустройству и геодезии, Министерстве здравоохранения и социальной защиты населения, секторах по делам религии, упорядочении национальных традиций, торжеств и обрядов, военных комиссариатах, банковском секторе. Тем самым он подтвердил факт наличия высокого уровня коррупции в органах власти. По результатам доклада организации Transparency International, которая провела исследование, опираясь на так называемый индекс восприятия коррупции, который формируется на основе опросов предпринимателей и аналитиков, которые должны оценить ситуацию по 10-бальной шкале, где 10 баллов означают полное отсутствие коррупции, а 1 балл – продажность всех и вся, данный индекс в Таджикистане оказался равен 1,8. В исследовании участвовали 133 страны. Таджикистан занял пятое место с конца. Хуже обстоят дела только в Мьянме, Гаити, Нигерии и Бангладеше. Напомним, что на протяжении двух лет антикоррупционное агентство возглавлял Рустами Мамали, который на данный момент является мэром города Душанбе, наблюдатель отмечает, что данное заявление со стороны МВД – это всего лишь очередная показательная кампания, во время которой будут принесены в жертву мелкие сошки коррупционной вирамиды, в то время как главные коррупционеры, в том числе Рахмон, будут считать, что обманули народ формальными действиями по борьбе с коррупцией. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok